Добро пожаловать на первый теоретический модуль. И первое, с чего хотелось бы начать, это с небольшой статистики по информационной безопасности. Многие до сих пор воспринимают ИБ как нечто мифическое, но это ошибочное мнение. Если посмотреть статистику, любезно предоставленную компаниями Checkpoint, Cisco, Gartner, то можно выделить следующие цифры для 2016 года. 75% организаций имеют ботов в своей сети, 82% организаций заходят на зловредные сайты, 88% организаций столкнулись с утечкой данных, 89% организаций скачали зловредные файлы, 94% организаций используют опасные для сети приложения, вроде TeamViewer, Torrent и т.д. И что самое интересное, ситуация с ИБ с каждым годом только ухудшается. Связано это в первую очередь с мотивацией хакеров. Их становится больше. Вопрос почему? Для ответа на этот вопрос достаточно проанализировать рынок киберпреступности. Объем рынка киберпреступности в 2013 году составил 2,5 млрд долларов. Ожидаемая цифра для 2016 года это 8 млрд долларов. В 2016 году только с помощью эксплойта Angler злоумышленники заработали более 35 млн долларов. При этом все труднее становится вычислить хакера, даже если это обычный школьник. Используя биткоин можно без опаски принимать платежи от своих жертв. Анонимные сети Tor позволяют безопасно выходить на рынок вредоносного ПО. Вы можете купить готовый вирус и начать свою вредоносную активность практически сразу. А учитывая спешность современных атак, например, шифровальщиков, хакер начинает зарабатывать практически сразу. Средняя цена выкупа информации составляет 300-500 долларов. То есть нужно понимать, что киберпреступность это реальный рынок, где можно заработать реальные деньги. При этом профессия хакер становится проще и, соответственно, популярнее. Таким образом, когда речь заходит об информационной безопасности, не стоит подходить к этой теме с вопросом, если меня взломают, то более правильным вопросом будет, когда меня взломают. Потому что если не реагировать адекватно на постоянно растущие угрозы, то вас однозначно взломают. Примите этот факт и попробуйте посчитать стоимость последствий. Какие же средства защиты мы имеем на сегодняшний день? Многие до сих пор используют традиционные межсетевые экраны. Это либо Stateful Inspection, либо даже Port Based. Данный межсетевой экран совершенно не применим на периметре сети. Большинство современных атак осуществляется в рамках разрешенных сетевых подключений. TCP, HTTP, SMTP и т.д. Классический межсетевой экран просто не видит все эти угрозы. Для современной сети нам требуется комплексная защита. К примеру, Next Generation Firewall или UTM устройство. Которое по сути является ответом на современные потребности. На самом деле здесь у нас огромный выбор. Можно выбрать UTM решения, либо можно выбрать специализированные узконаправленные решения. Такие как Antispam, Application Firewall, DDoS Protector, CM и т.д. Однако стоит заметить, что практически все наиболее значимые игроки информационной безопасности со своими решениями бьются за 2-5% в проводимых тестах. В остальном все идут более-менее вровень. Это можно видеть во всевозможных квадрантных Гартнера. Однако вот какая интересная штука. По отчету того же Гартнера, 95% всех атак в прошедшем году можно было предотвратить, если бы были грамотно настроены существующие средства безопасности, вне зависимости от выбранного вендора. Эти 95% атак, так называемая атака на дурака. Берутся известные вирусы или трояны и раскидываются куда только можно. При этом есть очень интересная статистика. В новогодние и летние периоды количество атак значительно возрастает. Как вы думаете, с чем это связано? А связано это с тем, что большое количество школьников и студентов отправляются на каникулы и начинают развлекаться, представляя себя в роли хакера. И, как было сказано выше, из-за плохой настройки существующих средств довольно большой процент таких детских атак оказывается успешным. На этом печальная статистика не заканчивается. Большинство таких зловредов еще долгое время остаются в сети компании и их просто не могут заметить. В чем же причина? Как правило, все упирается в непрозрачную систему управления средствами защиты. Особенно ярко это проявляется, если использовать специализированные средства от разных вендоров. Отсутствие централизованной системы мониторинга и системы корреляции событий, то есть CM, также негативно сказывается на времени обнаружения инцидентов ИБ. Идеальный вариант – это когда средства защиты интегрируются друг с другом. В этом плане UTM-устройства выигрывают у специализированных узконаправленных средств. К тому же их гораздо проще изучать и эксплуатировать, даже если это делает один человек. И все же, почему именно чекпоинт? Как я уже сказал ранее, чаще всего разница в эффективности средств защиты – это всего лишь несколько процентов. Мы не будем их обсуждать, хотя и в этом случае чекпоинт показывает лучшие результаты. Одно из самых главных преимуществ чекпоинта – это система управления. Именно качественная система управления является залогом эффективной защиты. Система управления чекпоинт является признанным лидером на рынке ИБ уже долгое время. Это уже фактически золотой стандарт. И совсем недавно была анонсирована новая версия R80. Однако наш курс не об этом, но мы обязательно обсудим это в новом курсе. Если резюмировать все вышесказанное, то можно сделать вывод, что сегодня одним из самых важных аспектов при выборе средств защиты является комплексная и в то же время легкоуправляемая система защиты, которая позволит даже одному человеку мониторить и анализировать все происходящее в сети, так сказать, держать руку на пульсе. Теперь давайте рассмотрим современные способы атак. Вопреки расхожему мнению, заразиться можно не только на сайтах для взрослых. Ошибочное мнение, что если закрыть на прокси-сервере все развлекательные сайты, то пользователи будут в безопасности. Это далеко не так. Хакеры могут заразить довольно известный сайт, и тогда зловред можно будет подхватить даже на новостном портале, форуме или соцсетях. Почта также является излюбленным инструментом хакера, но зараженное письмо может перейти не только в виде спама. Вирс в буквальном смысле можно получить по почте от своего начальника. Звумышленнику достаточно подменить адрес, либо отослать письмо с похожего домена. Также бытует мнение, что если вирус все же попадает на компьютер, то ничего страшного не произойдет, и с ним впоследствии справится антивирус. Это в корне неверно. Современным зловредам достаточно несколько секунд, чтобы существенно испортить вам настроение. Антивирус не успеет среагировать. Ярким примером являются шифровальщики, которые запустившись начинают шифровать ваши данные. И даже если антивирус впоследствии обнаружит эту активность, то данные уже будут зашифрованы. Шифровальщики. Это является самым ярким примером возможности атак нулевого дня. В лучшем случае вы подхватили старый шифровальщик, который вы случайно скачали с общественного сайта, который был взломан нерадивым студентом. Тогда есть возможность найти ключи в интернете, которые периодически публикуются в сети. Но есть вариант, что вы подцепили нечто новое, еще не изученное. Сервера хакеров еще не были скомпрометированы, и в доступе нет ключей. Шифровальщики, пожалуй, наиболее долгоиграющие зловреды из всех. В этом случае у вас нет ни малейшего шанса восстановить свои данные, и придется заплатить. Есть интересная статья по поводу шифровальщиков, где брали интервью у агента ФБР, который специализируется на киберпреступлениях. Он сказал, что в случае использования нового шифровальщика в 95% случаев вам придется заплатить, если вам действительно нужны ваши данные. То есть в описанной ситуации вас не спасут классические средства защиты, вроде IPS, антивируса, антибота, которые работают с известными сигнатурами. Сигнатурный анализ умрет в ближайшее время. Сам концепт сигнатуры подразумевает, что уже была замечена успешная атака. Эта первая атака может быть компьютер именно в вашей сети. В сигнатурах просто пропадает смысл. Некоторые вирусы или зараженные файлы были замечены всего один раз. При этом новый зловред создается буквально в пару кликов, либо одной командой, как это изображено на рисунке. Здесь мы уже плавно переходим к таргетированным атакам или атакам нулевого дня. Таргетированные или целенаправленные атаки – это самый опасный вид атак. Часто их называют атаками нулевого дня, так как ранее они были неизвестны. Здесь приведена небольшая статистика. 52% компаний скачали хотя бы один файл с неизвестным ранее зловредом. 971 неизвестных зловредов атакуют организации каждый час. 28% зараженных файлов – это SVF, то есть Flash. Каждые 4 секунды появляется неизвестный зловред. 54 секунды – среднее время жизни зловредов, которые используются для таргетированных атак. То есть фактически их видно только один раз. На 900% увеличились случаи регистрации неизвестных зловредов. При этом, по заявлениям компании FireEye, российские хакеры самые изобретательные. Можем даже немного гордиться этим. Подобная атака нулевого дня разрабатывается под конкретной компанией и даже под конкретного человека. Подготовка к атаке может включать даже элементы социальной инженерии. Вредоносное ПО может размещаться на сайте, которому жертва доверяет. Весьма часто взломать сайт гораздо проще, чем инфраструктуру жертвы. Зловред также может хитрым способом доставляться по почте. При этом хакеры очень редко повторяются, что также сильно усложняет их поимку. Сам процесс атаки в целом выглядит следующим образом. Он даже имеет название CyberKillChain, то есть убийственная цепочка. На первом этапе у нас происходит разведка, то есть сбор информации о жертве. Это имейлы, телефоны, сайты, должность, начальники и так далее. На втором этапе создается вредоносное ПО, которое будет отправлено жертве. Как правило оно пакуется в PDF, Doc, Excel и так далее. Собственно это этапы вооружения. Третий этап это доставка, то есть отправка жертве вредоносного файла, либо ссылки на файл. Могут использоваться email, sms, мессенджеры и так далее. Четвертый этап это эксплуатация, то есть исполнение эксплоита на компьютере жертве. В браузере, программе и так далее. На пятом этапе происходит установка, инсталляция дополнительного необходимого вредоносного ПО. На шестом этапе у нас осуществляется контроль, то есть получение полного контроля над компьютером жертвы и подключение к серверам, к командным серверам. И на седьмом этапе, собственно, у нас происходит достижение цели. То есть поставленных целей, это либо кража информации, блокировка, ущерб, может занимать месяцы. Как же бороться со злоумышленниками, если традиционные средства защиты больше неэффективны? Ответ на этот вопрос дает технология Checkpoints and Blast, которая и будет посвящен данный мини-курс. Но обо всем по порядку и для начала мы выполним несколько лабораторных работ, чтобы на практике убедиться, насколько просто взломать компьютер жертвы. При этом мы постараемся проанализировать логи и попытаться выявить подозрительную активность. Что ж, переходим к практике.